В 2022 году все компании нашей отрасли столкнулись приблизительно с одинаковыми проблемами, которые можно свести к двум пунктам. Это логистика и финансы. Что касается логистики, то она стала быстро дорожать и образовался дефицит путей перевозки. А что касается финансов, там наблюдались изначально такие очень загадочные явления, когда мы оплачивали товар нашим поставщикам, поставщики сообщали нам, что наш банк получил ваши деньги, но почему-то они для нас недоступны. У нас даже в конторе это назвали эффектом Печкина. То есть мы видим ваши деньги, но мы вам их не дадим. Решая эти две задачи, мы делали свое дело, старались поддержать ассортиментное разнообразие, старались не провалиться по стокам и обеспечить всех потребителей как минимум тем, к чему они привыкли, но еще и обеспечили несколько новинок. Мы приняли участие в эксперименте, который объявило правительство Российской Федерации, и в рамках этого эксперимента построили таможенный склад и склад временного хранения большой емкости, большой производительности, что позволило нам наклеивать федеральные специальные марки, их еще больше известны в народе как акцизные марки, это их старое название, в России. В чем новизна этой ситуации? Раньше в Россию могли въехать вины или крепкие алкогольные напитки исключительно с наклеенными акцизными марками. Без этого запрещался ВОЗ. Это создавало определенные сложности, определенные логистические задержки и так далее. Не буду их все перечислять в коротком интервью. И в основном эту работу делали специализированные предприятия в Прибалтике. Поставщики с тех пор, как это стало так сложно и ответственно, категорически отказывались этим заниматься. И, например, такое логистическое преимущество Петербурга, как наличие морского порта, никак не могло использоваться, потому что, так или иначе, товары двигались через Прибалтику, а не через морские порты. В результате мы имеем колоссальную гибкость. Мы можем не только свой импорт обеспечить вот этой схемой, но и оказывать услуги, что очень важно. И мне кажется, тоже очень интересным момент, вот это прям как в учебнике, да. Один проект, он тянет другие. И я считаю, что наш порт вновь может восстановить такую специализацию, как импорт алкоголя. Мы, кстати, первые ввезли наш контейнер без марок. То есть на нас морской порт Санкт-Петербурга опробовал эту схему. И теперь будет, наверное, этот бизнес тоже развивать. У Петербурга уникальное логистическое преимущество. И вот благодаря нашему проекту тут вот целая зона, целый город, целый порт тоже получают дополнительный импульс. Наш проект позволил нам нисколько не сократить ассортимент, нисколько не утратить стоки. Были ожидания у рынка, что сократится ассортимент, не будет шампанского, не будет виски, не будет того-сего. Запасайтесь. Ну, конечно, все запасались и молодцы. Но мы не столько не провалили логистику. Мы, например, в прошлом году наклеили в 4 раза больше марок на шампанское. И, разумеется, продали в 4 раза больше шампанского, чем раньше. Мы на 55% выросли по игристому вину импортному. И мы по виске тоже заняли колоссальную нишу. И наш проект, конечно, нам в этом помог. То есть это и есть часть нашего проекта. Что касается 2023 года, мы хотим продолжать развивать это наше преимущество. Мы хотим оказывать услуги в результате работы нашего проекта, нашего таможенного склада. Мы хотим расти в каждой категории импорта. Но, помимо этого, не надо забывать, что компания «Ладога» является производящей компанией. И мы очень большой рывок сделали, предлагая рынку всевозможные продукты отечественного производства. И даже такие популярные категории, например, джин, мы производим сами с использованием локальных ингредиентов. То, что производители джин называют «ботаникалс». Вот все ароматы, все эти ингредиенты исключительно отечественного производства. Мы разливаем виски и готовим еще несколько линеек новых продуктов. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...